День 18 сентября День преподобного мученика Игумена Афанасия Брестского Афанасий Филиппович, хотя и не происходил Из особенно богатого и знатного рода Но получил хорошее образование при монастыре И владел многими языками Вероятно поэтому молодого человека пригласили Учителем для весьма любопытной особы Польский канцлер Лев Сапега Нанял его для обучения якобы Сына Лжедмитре и Марины Мнишек Наставник вскоре и сам понял Что учит самозванца Он оставил эту службу и подался в Виленский Свято-Духовный монастырь, где и принял постриг Потом будущего святого назначили Наместником Игумена в Пинский монастырь Но в то время в Польше уже заправляло Католическое духовенство Игумена и всех православных изгнали из обители Отдав ее ордену иезуитов Святой Афанасий как мог боролся Против унии В поисках правды отправился в Москву Рассказывает царю Михаилу Федоровичу О притеснениях православных в Речи Посполитой Царь принял, но начинать войну против заседей Не решился Отец Афанасий практически в одиночку активно отстаивал Права Брестского православного духовенства А недруг в лице ордена иезуитов был серьезный В 1648 году отца Афанасия в очередной раз арестовали По подозрению в помощи казачьему восстанию Богдана Хмельницкого Священника пытали и казнили После себя он оставил Диариуш Автобиографическое житие В котором расписывал всю историю борьбы Против унии, странствия и собственные жизненные события В этот день 18 сентября 1744 года в России основан императорский фарфоров завод 18 сентября 1788 года произошло взятие турецкой крепости Хатин войсками Салдыкова 18 сентября 1628 года в Москве открылся Центральный парк культуры имени Максима Горького На создание первого в СССР образцового советского парка культуры и отдыха Были брошены лучшие созидательные силы страны Архитектором комплекса стал Константин Мельников Один из авторов советского конструктивизма В худсовет парка вошли нарком луначарский режиссер Мирхольд Именно в парке имени Горького свет впервые увидел девушек с веслом скульптора Шадра Место спорта, семейного отдыха, музыки и вообще культуры В советские газеты в 1928 году сочились комплиментами от увиденного в Москве Прекрасные впечатления оставляет культбаза Консультации, викторины, души, комнаты для отдыха, радиогостинные В читальне, удобные плетеные кресла и книги Небольшие книжки выдаются без документов В течение ближайших лет девушки с веслом, аттракционы и ЦПКО Стали, как грибы после дождя, появляться во всех городах Союза 18 сентября 1634 года собрание Лиги нации приняло решение О включении в ее состав Советского Союза Пройдет еще пять лет и СССР снова выгонит из организации За начало войны против Финляндии 18 сентября 1654 года введена в строй Камская ГЭС Советская власть еще в 20-е годы решила поставить энергию Великих рек на службу стране Разрабатывались планы создания целых сетей гидроэлектростанций Одним из самых масштабных проектов была расположена рядом с Пермью Камская ГЭС Она должна была стать частью целого каскада гидроэлектростанций на Каме и на Волке Но подготовка к строительству началась только в 1932 году Пять лет потратили лишь на создание проекта Когда же дело дошло до работы на месте возведения будущей ГЭС Оказалось, что там под слоем глин залегают полости Возводить станцию оказалось опасно И в 1937-м строительство свернули А рабочих перебросили на строительство Жигулевской ГЭС В то же время думали о возведении другой гидроэлектростанции на Каме в Соликамске Но и этот проект не реализовали из-за начала Великой Отечественной и множества других проблем После войны инженеры вернулись к проекту Камская ГЭС Придумали, как сделать строительство нерискованным Не стали закапываться вглубь Это сделало возведение и проще, и дешевле Полномасштабные работы на Каме начались только в 1949 году Но уже в сентябре 1954-го инженеры запустили первый гидроагрегат станции В 1956 году Камская ГЭС заработала на полную мощность Вырабатывала почти полмиллиона мегаватт Больше в СССР добывала только Днепрогэс Станция в Перми работает по сей день И обеспечивает светом и теплом миллионы жителей Пермского края 18 сентября 1680 года прошел запуск космического корабля «Союз-38» С первым кубинским космонавтом на борту Таким был этот день 18 сентября Редактор субтитров А.Семкин